У каждого, кто пришел на творческую встречу, свой Симонов. Меня больше всего поразила его лирика военная, стихи, которые написаны в годы войны. Он же военный журналист, он на передовой все время. Я его помню с детства, потому что еще со школьных лет сына артиллериста учили наизусть. Мне так понравилось. Вот до сих пор помню. Ну, держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто не может нас вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. О творчестве и судьбе мастера рассказывает Владимир Наджаров. Для старшего поколения нашего народа имя Симонову было символом любви к своей большой и малой родине. Владимиру Наджарову в 1956 году посчастливилось встречаться с Константином Симоновым в студенческой аудитории. Что я запомнил? Я запомнил то, что когда он вышел, все сразу стали кричать. Прочтите, жди меня. И он просел. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть. Желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жра. Жди, когда других не ждут. Позабыв вчера. Кто в эти минуты не повторял про себя знакомые строчки. Как я выжил, будем знать. Только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Строчки, жди меня, миллионы людей знают и помнят сегодня наизусть. Еще одно стихотворение, оно продолжает волновать душу. Открытое письмо женщине из города Вичуга. Олег Иванович полностью прочтет гневную отповедь поэта в стихах женщине, предавшей мужа солдата, и бросившей тень на других, кто ждет верно и преданно. Письмо медлительные пули. Вам письма в сентябре придут, а он убит еще в июле. А вас там каждая строка. Вам это верно неприятно? Так я от имени всего полка беру его слова обратно. Примите же в конце от нас презрение наше на прощание, неуважающее вас покойного однополчания. Стихотворение «Молитва, жди меня» было написано Симоновым в самом начале войны, но его опубликовали в газете «Правда» только 14 января 1942 года. Рукописные строчки передавались от солдат одного фронта к другому. Позже оно было переведено на многие языки народов мира. На одной из встреч вьетнамский поэт Тошин прочитал свою версию. Автор ответил стихами. Пусть в этот день, когда уже не ждут с войны людей и тишина в природе, мои стихи, легко вздохнув, умрут, прекрасно в вашем переводе. Даже если бы Симонов ничего больше не писал, кроме строчек «Жди меня», его имя осталось бы в истории русской литературы навечно. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».